Так, соберем оливковое масло, уксус, соду, соль, муку, лимон. Саш, ты решил лимонный пирог приготовить? Нет, я решил уборку устроить. Все-таки скоро Новый год, поэтому пора очистить свое пространство. Ну и чем тебе в этом помогут продукты? Ох, ничего ты, Катенька, в уборке-то не понимаешь. Вот, например, с помощью лимонного сока и оливкового масла можно отполировать мебель. А уксус, сода и соль помогут убрать накипь на чайнике. А с помощью муки твоя раковина будет идеально чистой и блестящей. Саш, ну на дворе 21 век. Ты придумал настолько средств тебе и для раковины, и для мебели, и, не знаю, для всего чего угодно. А ты все время продукты им пользуешься. Ну зачем? Просто я, Катенька, за экологичность. Тем более твои средства, они только для уборки годятся. А с помощью моих средств можно, как ты правильно заметила, и лимонный пирог приготовить. Поэтому не только получается экологично, но и экономично еще. Доброе утро, губерния. С вами до ужаса практичный Саша Конрадь. Да, и беспечная Катя Перка. Ты вот как в басне Крылова. Обернуться не успеешь, а уже Новый год. Ну, Саш, ну понимаешь, я как бы все делаю просто размеренно. Я никогда не буду на каком-то таком ступоре и шоке, потому что я никогда не отложу генеральную уборку на один большой день. Я каждый день чуть-чуть по 15 минут убираюсь, и как бы в квартире все окей. О, ну 15 минут, это для слабаков. Нужно как следует подготовиться, выбрать тот самый один день, отпроситься с работы. И самое главное, в течение этого дня все убрать и почувствовать себя героем. А героя, как обычно, можно наградить походом в СПА, например, или вкусняшками каким-нибудь. Ну, я думаю, твой способ жителям губернии явно понравится. Но что они выкинут самым первым из дома по ненадобности, мы у них спросили. Старый диван. Наверное, лишнюю обувь. Всю старую одежду выкинула бы. Которую не ношу. Короче, весь шкаф. О, пожалуй, старый неработающий монитор, который зачем-то до сих пор стоит. В бумагах разобрать. Мелочь. Документы. Какие-нибудь тряпки-то, я не знаю. Что-то ненужное. Да я бы все выбросила, все заменила. На новые, на свежие. Первое, что бы я выбросила, это ненужную мебель. Решит. Понятка. Самое время начать активную подготовку к Новому году и избавиться от ненужных вещей. Ну, вовсе не всегда нужно выкидывать старые вещи, потому что они же не нужны лично вам, а кому-то они принесут удовольствие. Поэтому дайте возможность им на вторую жизнь, пожалуйста, прямо сейчас. Вот в этот самый момент кто-то очень хотел бы иметь, надеть вареные джинсики или почитать ту самую книжечку, да, дорогую, любовный романчик какой-нибудь. Если вы поняли, что не хотите копить дома большое количество книг, то не поленитесь и отнесите их, например, в соседскую точку буккроссинга. Их можно найти в городских кафе или в ресторанах. Также книгам будут рады в сельских библиотеках. Не спешите выкидывать и ненужную одежду. Ее можно сдать в один из магазинов одежды, да еще и скидку на новую покупку получить. Если идти куда-то лень, просто разместите объявление на одном из сервисов с пометкой «Одам даром» ну или «Обменяю на шоколад». Я бы сейчас с удовольствием шоколадку нашим синоптикам дала, чтобы они сказали, что погода будет отличная. Во вторник, 18 декабря, в Самарской области будет облачно с прояснениями. Местами гололедится. Температура воздуха днем 7-12 градусов со знаком минус. Ночью холоднее, местами 18 градусов мороза. Будет дуть слабый ветер. На севере и западе минус 7, минус 14, на востоке и юге минус 8, минус 13. Днем температура воздуха в Самаре составит минус 5, минус 7 градусов. Осадков не предвидится. Ближе к ночи похолодает, но не сильно. 11 градусов мороза. Атмосферное давление высокое. 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 85%. Так, все, я готов избавиться от всего ненужного в моем доме. С чего начать? Как действовать? Ну, вообще, Сашенька, психологи не рекомендуют начинать с какого-то определенного помещения в доме. Потому что есть вероятность, что вы на этом помещении просто зависнете. Поэтому они предлагают брать какую-то отдельную категорию вещей. То есть сначала мы, например, по всей квартире собираем какой-то старый ненужный текстиль. Потом собираем, например, макулатуры. И так далее. На уборку нужно правильно настроиться. Выбрать для этого определенный день. Не дать себе слова, что в этот день ты обязательно справишься со всем. Ну, а потом порадовать себя уже разными вкусностями и бонусами видеоотдыха. Чтобы убираться было не скучно и для поднятия боевого духа, составьте себе энергичный плейлист. Ведь пританцовывать убираться намного проще и веселее. Но ни в коем случае не включайте свой любимый фильм или сериал, потому что есть опасность, что вы на него отвлечетесь и забудете про уборку вообще. Заранее подготовьте тару для сбора и сортировки вещей. Это могут быть пакеты для мусора, полиэтиленовые мешочки, коробки. Не забудьте приготовить коробку для обнаруженных полезных вещичек. Такие найдутся непременно. И пусть это будет именно коробочка, чтобы все сразу было на виду. Рабочий пылесос, веник, тряпочки для протирания пыли и грязи, ведерко с водой. Все эти предметы нужно заранее тоже подготовить как предметы быстрого реагирования. Потому что только вы расчистили что-то от ненужных вещей и мусора, сразу можете это быстренько протереть. А я предлагаю подготовить в порядок не только квартиру перед Новым годом, но и себя, конечно. Простые движения прямо сейчас. Вперед. Доброе утро! С вами фитнес-клуб «Спортзавод». И сегодня интервальная зарядка. Будем заряжаться на позитив и на актив. Поехали! Делаем выпад реверанс вместе с нами. Медленно. Раз, два, три, четыре. Затем колено наверх. Раз, два, три, четыре. Выпад назад прямой. Раз, два, три, четыре. Колено наверх. Раз, два, три, четыре. Затем планка. Раз, два, шаги в планке. Три, четыре. Собрать. Пять, шесть. И вернуться в исходное положение. Семь, восемь. Запомнили? Повторяем в два раза быстрее. И раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Семь, восемь. Молодцы! То же самое с левой ноги. Медленно. И раз, два, три, четыре. Вверх нога. Опустить. Выпад прямой. Вернуться. Колено наверх. Паланка. И раз, два, три, четыре. Шаг. Шаг. Вернуться. Вернуться в исходное положение. Повторяем в два раза быстрее с левой ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Планка. Планка. Шаг. Шаг. Раз, два, три. Вернуться. Повторяем с правой и с левой ноги без остановки. Поехали. И раз, два. Вверх. Выпад. Вверх. Планка. Планка. Шаг. Шаг. Вернуться. С левой ноги. Вниз. Колено. Выпад. Колено. Планка. Планка. Шаг. Шаг. Вернуться. Высходное положение. Молодцы! Мы желаем вам бодрого, позитивного утра вместе с Дашей. И говорим вам пока! В эфире правила Буравчик. С наступлением холодов стоит пересмотреть правила ухода за собой любимым. Полетели. Напоминаю, зима – время дефицита витамина Д, который образуется в нашем организме под действием солнечных лучей. К счастью, этот витамин можно получить из пищи – сливочного масла, печени трески, рыбьего жира, яиц. И нужен он не только для здоровья костей. Витамин Д регулирует метаболизм, отвечает за либидо, укрепляет ногти и волосы. Кожа на лице плохо переносит высокие температуры. А ведь именно горячий душ мы принимаем зимой, чтобы согреться. Принимайте на здоровье, но лицо умывайте отдельно теплой водой. И тогда не пересушите кожу, которая и без того страдает зимой. Любимый увлажняющий крем или гель – оставляем до лета. Зима – время питательных кремов на масляной, а не водной основе. В ассортименте таких кремов всегда можно найти подходящий типу кожи. С легкой текстурой для жирной и насыщенной для сухой. Отопление – еще один фактор сухости кожи, ногтей и волос. Батарею, понятно, не выключишь, а приобрести улажнитель воздуха вполне можно. Кроме того, регулярно проветривайте помещение, наполняя его не только кислородом, но и влагой. Зима – идеальное время для пилинга кожи. Скрабы можно отставить в сторонку. Пилинг проводят зимой по одной простой причине. В это время года мало ультрафиолета, который может навредить коже после процедуры. Например, стать причиной гиперпигментации. Жирное на ночь не только можно, но и нужно, если речь идет о масле для губ. Идеально масло ши, масло какао, кокосовое. Или наше родное облепиховое, которое не только питает, но и восстанавливает поврежденную кожу губ. На этом все. С вами был Саша Буравчик. Мои правила работают. 18 декабря 1905 года на сцене Самарского городского театра состоялась премьера спектакля по пьесе Максима Горького «Дети солнца». Постановка имела большой успех у молодежи и революционно настроенной части публики. Переполненный зал смотрел и слушал с захватывающим интересом. Такой отзыв был опубликован в одной из самарских газет. Ровно сто лет назад, 18 декабря 1918 года, в Самаре состоялась встреча народного комиссара путей сообщения РСФСР Владимира Невского с руководством Самара-Златоустовской железной дороги. Речь шла о тяжелом положении на железнодорожном транспорте. Ежегодно 18 декабря поздравления с профессиональным праздником принимают работники российских органов ЗАГС. А еще сегодня день подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Международный день мигранта и день арабского языка. В 18 день декабря появились на свет британский гитарист и автор песен легендарной рок-группы The Rolling Stones Кит Ричардс. Советский и российский режиссер, телеведущий, автор популярной телеигры «Что, где, когда» Владимир Ворошилов. Американский киноактер Брэд Питт и другие знаменитости. В народном календаре сегодня Савин день. В эту пору можно было определять погоду, не выходя из избы. К примеру, по огню в печи. Если он был красным, а поленья трещали, значит на дворе лютая стужа. Предсказывали в этот день и погоду на будущее. Дым столбом предвещал мороз, дым волоком – ненастье. Если же дым без ветра стелился по земле, ждали снегопада. Такими событиями знаменателен 18 день декабря. Превосходного вам настроения и всего только самого доброго. Друзья, напоминаем, что телерадиокомпания «Губерния» проводит акцию «Пригласи к себе Деда Мороза». Подарите себе праздник, сделайте главному волшебнику предложение, от которого он не сможет отказаться, и ждите его в гости. Снимите новогоднее видеоприглашение и отправьте его по адресу конкурссобакогуберния.тв.ру. Возможно, именно вы можете удивить и порадовать Дедушку Мороза своим роликом, и он посетит ваш дом, школу или офис. Ждем ваши ролики до 23 декабря. Помимо главного подарка, все участники нашего конкурса получат пригласительный билет в кино или на детскую новогоднюю елку. Подробные условия новогодней акции от нашей телерадиокомпании читайте на сайте губерния.тв.ру. Саша, я уже придумала, как Дедушку Мороза к себе заманить. Нужно ему просто сварить очень вкусные щи. И сюжет Марины Барковой нам в этом поможет. Есть концентрированный бульон, а у нас обыкновенный бульон. Три литра воды на 800 грамм костей. Без малого полвека Таисия Михайловна провела в общепитовской кухне и все это время преданно соблюдала требования ГОСТа. Сейчас она заслуженный мастер производственного обучения России. Студентам Самарского кулинарного техникума показывает мастер-класс приготовления щей по ГОСТу. Для этого необходимы мясокостный говяжий бульон, мясо, свежая капуста, картофель, морковь, лук и томатная паста. Внимание! Первый секрет советских щей в пассеровке овощей. Сначала мы морковь пассеровали, затем лук добавили, а потом уже томат. Томат у нас, мы сначала его развели водой для набухания сухих веществ, а затем добавили пассерованное коренье. И спассеровали. Вот обратите внимание, как жир у нас окрасился красный цвет. Если плохо у нас пассерована морковь и томат, то у нас жира не будет такого цвета. В кипящем бульоне в строгом порядке тонут капуста, картофель и пассерованные кореньи. Между закладками мастер-шеф выдерживает 10-минутный интервал. Прежде чем стать преподавателем, Таисия Акимовна 20 с лишним лет оттачивала технологию в разных столовых. Сначала в одиночку готовила первое, второе и компот для самарских речников. Ходила на танкерах вниз по Волге и обратно. В 93-м отправилась в длительную загранкомандировку в Германию. Завтрак, обед и ужин также готовила на офицеров. На 70 человек и сам часть 20 человек или 90 человек офицеров, когда как. Где бы ни работала Таисия Акимовна, всегда госстандарты и сборник рецептуры были на первом месте. В массовом количестве, когда готовим 30 порций, картофель должен быть нарезан 1 сантиметр толщина. А если мы несколько порций до 10 готовим, то уже 0,7. Не надо крупно нарезать. Причина какая? Дело в том, что когда в массовом количестве мы начнем порционировать, то есть отдавать клиентам пионерский лагерь или дом отдыха, и половникам мы часто мешаем. И у нас, если мелко мы нарежем картофель, у нас сломается. Нарезки у нас не будет. А у нас должно быть сохранено брусочки, соломка. Вот поэтому нужно соблюдать. Правильная нарезка должна быть. Размеры надо соблюдать. Таисия Акимовна хорошо помнит времена, когда кастрюля была не 5, а 50 литров. Тогда все продукты перед заправкой проходили через весы, помешивали пол-литровыми половниками. Искусство порционирования заключалось в том, чтобы в каждой тарелке было одинаково густо. Еще один совет бывалого. Соль, лавровый лист и молотый перец добавляем за 3 минуты до готовности блюда. Щи наваристые получились, красивые. На поверхности жир окрашен в розовый цвет. Щи готовы у меня. Я их покрою. Пусть они настаиваются. Я готовлю первое, второе, также и третье блюдо по сборнику рецептур, как раньше, в советские времена. Мне нравится, потому что всегда блюда получаются вкусные, красивые и всегда хочется кушать. Новые тенденции современного общепита Таисия Акимовна приветствует. Особенно радуется новому оборудованию, которое помогает делать супы-пюре. И пара конвектоматам, которые делают блюда диетическими. А вот появление новых импортных продуктов и сухих бульонов не одобряет. Мясо было натуральное, пахло. Так приятно бульон варили. Сейчас не сравнить уже это мясо. Вы, наверное, сами понимаете, и куры курами не пахнет. И все-все было. У нас все продукты были советские. Заграничных у нас и не было в столовой. Я не видел. Только маслина и, возможно, солянку. Я помню, вот маслины были в таких банках жестяных, вот прям большие. А остальные продукты все наши российские. Учились готовить Марина Баркова, Сергей Костин. Утрогуберний. Продолжаем нашу программу. У нас в гостях Наталья Никишова, мастер по декупажу. Доброе утро. Доброе утро. Ну, рассказывайте, что это такая техника? Расшифруйте, пожалуйста. Техника очень несложная. Нанесение готовой картинки на предмет, например, на дерево, можно на стекло, на пластик, практически на любую поверхность. Особенно эффектно это смотрится как раз в новогодних каких-то поделках, потому как главные вопросы, которые у нас встают перед Новым годом, это что дарить в основном и как украсть свой дом. Вот. Поэтому можно объединить это в одно. Например, дарить то, чем можно украсть свой дом. Да, да, потрясающе, потрясающе. Вот. Это могут быть какие-то полезные вещицы, а могут быть просто элементы декора, как, например, вот такие саночки, которые можно использовать просто как подставку, например, под новогодний подарок или как елочную игрушку. Вот. А если хочется сделать что-то полезное, то можно подарить чайный дом, например, куда закладываются чайные пакетики через крышу и достаются через прорезь. Функционально. Функционально, да. Или, например, клубочницу для вязальщицы в подарок маме, бабушке, они у нас занимаются этим часто. Удобная очень специальная... Да, это также может быть местом лежания для котов. Да, отличное место и размер как раз подходящий. Туда складываются клубочки, нитка протягивается через улитку, и получается, что как бы сильно вы не дернулись за нитку, клубочек не выскочит из ящика. И это все также можно декорировать какими-то рождественскими или новогодним декором. И все это очень пригождается хозяйкам. Ну и, конечно же, мы ходим все в Новый год друг к другу в гости и несем с собой обычно приложение к подаркам в виде шампанского, чтобы оно не было банальным. Возможно, украсить бутылку, и она, может быть, даже останется как память о каком-то конкретном Новом годе. И будет с годами становиться крепче. Расскажите сам процесс, как вот это происходит, процесс декупажа. Ну, в данном случае я занимаюсь декупажем в основном деревянных каких-то изделий. А от поверхности зависит, да, способ нанесения? Нет, способ не очень зависит от поверхности. Ну, в случае с деревянными изделиями, прежде чем наносить картинку, нужно его зашкурить, чтобы поверхность была ровненькая, гладкая. Вот. Потом наносится выбранный мотив. Это может быть салфетка или декупажная карта специальная. Приклеивается все это клеем, например, специальным клеем для декупажа или лаком для декупажа, или можно даже обычным ПВА. Впоследствии это покрывается все лаком. И сейчас, перед Новым годом, очень много различных конкурсов, например, в школах и детских садах. Меня как маму это коснулось. И это отличный способ сделать вот такую вот новогоднюю поделку, потому как это не очень сложно. Покрывается это акриловыми красками. Это все можно мыть, с этого можно стирать пыль. Оно не портится в процессе своей эксплуатации. Вот. И имеет хороший вид на долгие года. Да, такие долгосрочные сувениры, действительно. Расскажите, насколько вообще это популярно в нашем регионе? Сколько мастериц уже владеют этой техникой? Количество мастериц я вам, конечно, не скажу. Не подводите статистику. Да, я не подвожу статистику. Я знаю, что просто сейчас это стало очень модным. Это модно, ручная работа любая, и не только декупаж. Сейчас много и вязальщиц, и кружевниц, и какие-то там блокноты речной работы. Все это сейчас очень модно, очень актуально, в том числе и декупаж тоже, потому что он очень разносторонний, но и можно, в принципе, сделать подобные украшения для любого праздника. Это может быть и день рождения, и свадьба, и юбилей, и просто какой-то домашний декор. Поэтому сейчас это все модно и пользуется популярностью. Как вы сами стали заниматься декупажем, как пришли к этой технике? Я пришла к этой технике года три назад. Я увидела в интернете чайный дом. Мне безумно захотелось такую вещь себе. Я стала искать, где можно это купить. Пришла к выводу, что это достаточно сложно, это нужно где-то заказать, это может быть долго и дорого. Я решила попробовать сделать сама. Поискала мастер-классы, почитала об этом и попробовала. Конечно, мой первый чайный дом был без учета некоторых нюансов. Размера пакетиков? Нет, он стандартный, как бы заготовка у него была стандартная, пакетики туда влезли. Ну, он немножко был такой кривенький, немного без учета каких-то мелочей. Но я до сих пор им пользуюсь. Он у меня живет на кухне, как бы, и очень мне пригождился. И с тех пор я просто стала сначала периодически как-то это делать, а где-то, ну, наверное, уже с год я занимаюсь этим прямо постоянно. Ну, в общем, это приносит большое удовольствие. Не надоедает, Наталья? Ну, это же для меня не работа, поэтому я делаю это тогда, когда мне хочется. А сами формы вы как-то отдельно закупаете или вы сами делаете эти формы? Да, у меня есть знакомые мастера, которые делают, могут сделать по конкретным размерам. А, например, такие вот вещи, как чайные домики, они, их можно купить просто, они стандартные, рассчитанные как раз под чайный пакет. Ну, и, конечно, хотелось бы дать, наверное, несколько советов новичкам, которые планируют заниматься декупажем, о возможных ошибках, которые их ждут, и как их избежать. Ну, во-первых, мне кажется, что главный момент, который вот меня коснулся, это то, что нужно очень хорошо зашкурить деревянные изделия, если оно деревянное. Мы сразу начали об этом говорить. Вот, да, потому что потом ровненько ложится красочка, лак, хорошо приклеивается мотив, вот. А еще я могу сказать, что в основном декупаж связан с тем, что это нанесение салфеток на предмет. Но, если честно, мне кажется, что проще работать с декупажными картами. Их сейчас можно купить в магазинах для рукодельницы и для всяких хобби. Вот. Они немного плотнее, чем салфетка, и они лучше ложатся на поверхность. С ними проще работать. Ну, а так, в общем-то, это несложная техника, и осилит даже школьник. Понятно. А можно, например, вот декупажные карты, там же уже готовы рисунки? Да. А вы сами не придумаете себе какие-то рисунки, которые вы точно хотите? Может быть, как-то изготавливают действительно эти декупажные карты под себя? Это можно изготовить, но для этого нужен лазерный принтер, чтобы при нанесении бумаги краска не растеклась. Вот. А обычную картинку вряд ли можно приклеить. Поэтому используется либо специальная бумага, либо вот нужно так распечатать конкретную картинку именно на лазерном принтере. Правда, такая интересная тема. Наталья, спасибо вам большое. Новогоднее настроение в студии. Удачи вам. Спасибо. Мы продолжаем нашу программу. Вернем в студию совсем скоро. В эфире новости губернии. В студии Алена Власова. Здравствуйте. Кадровые изменения в региональном правительстве. Должность заместителя председателя правительства по инфраструктуре Самарской области губернатор Дмитрий Азаров предложил занять Александру Карпушкину. Ранее он работал в городской администрации областной столицы и занимался вопросами энергетической и транспортной отрасли. Планируется, что к исполнению своих обязанностей в новой должности Александр Карпушкин приступит в начале следующей недели. Главой департамента охоты и рыболовства региона станет экс-руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Виктор Трусов. Александру Шашкину Дмитрий Азаров предложил стать главным государственным ветеринарным инспектором региона и возглавить департамент ветеринарии Самарской области. Еще одно важное назначение в Министерстве строительства региона. Вакантное место руководителя занял Евгений Щудаев. Ранее он работал генеральным директором девелоперской компании. Дмитрий Азаров подчеркнул, что новый руководитель ведомства успешно зарекомендовал себя в работе с дольщиками одного из проблемных объектов. Тему продолжат наши корреспонденты. Долгое время этот объект оставался одним из самых сложных в Самарской области. Из 1200 коттеджей поселка Дубрава возведено только 50. Дольщики пытались отстоять свои права на разных уровнях, однако успеха не имели. Теперь вместо надежд конкретный и четкий план. Новый инвестор по утвержденной схеме предоставит дольщикам квартиры, стоимость которых равна потерянным средствам. Первые на очереди социально незащищенные категории граждан. Есть такие дольщики, которые в свое время вкладывали сумму 6-7 миллионов. Они вправе будут выбрать пул, к примеру, 5 однокомнатных квартир или 2 двухкомнатные, 1 трехкомнатные. То есть здесь мы полноценно будем работать, предлагать разные варианты до того, пока люди не станут довольными. Всего обманутых дольщиков Дубрава чуть более 300. Почти все они согласны на компенсацию и уже осматривают квартиры в различных поселках Волжского района, в том числе и в Южном городе. Чтобы прийти к решению, потребовалось личное вмешательство губернатора Дмитрия Азарова и всего полгода настоящей активной работы. Эту схему, наверное, мы вырабатывали все вместе, с Министерством по строительству. Естественно, мы согласны на эту схему. Год мы работаем с Министерством, то есть результат, конечно, мы получили с приходом Дмитрия Азарова. Мы предварительно перед собранием, которое было 27 апреля, нам уже застройщик предоставил возможность посмотреть их квартиры. То есть были проведены три экскурсии. Эффективную и честную работу с дольщиками Евгения Чудаева высоко оценил губернатор Дмитрий Азаров и предложил возглавить Министерство строительства Самарской области. С присущей вам энергией, профессионализмом нужно организовать эту работу, чтобы она велась системно и результативно. Отдельно попрошу вас докладывать мне ежемесячно достигаемых результатов в этой сфере. И о том, какая поддержка дополнительная нужна от правительства в целом, от Думы губернской, от федеральных властей. Возможно, мы дополнительные механизмы выработаем и предложим коллегам. Но с этой проблемой нам предстоит в ближайшие годы справиться навсегда. Успех! С ноября 2017 своего жилья дождались полторы тысячи обманутых дольщиков. Сданы 30 проблемных объектов. По всем долгостроям разработана дорожная карта. Остались самые сложные объекты. Решение вопросов по ним – приоритетная задача нового главы Минстроя. Анастасия Зубрева, Новости губернии. Поединок свободных. В Самаре прошел открытый чемпионат региона по тайскому боксу. На ринг вышли десятки спортсменов со всей России. Первенство получилось международным. Участие в нем приняли бойцы из Казахстана. Подробнее Кирилл Козин. Тайский бокс или по-другому муай-тай – поединок свободных. Проходит он в стойке, а удары наносятся кулаками, ступнями, голенями, локтями и коленями. Такое разнообразие и привлекает любителей единоборств. Нравится жесткость. Можно бить всеми частями тела. Фактически правил нету, но они как бы есть. По сути, то, что бьешь локтями, самое любимое удары – это локти, колени, клинч работа. Вот. Именно этим и зацепило. Тайский бокс – это для меня, потому что я привык… Я мальчик с Арактем, я люблю драться, и у меня есть мечта стать тренером. Именно по тайскому боксу. Первенство Самарской области. Соревнование открытое и международное. На ринг выходят как юниоры, так и взрослые. Участвуют помимо Самарской области несколько регионов. Такие как Казахстан, Татарстан, Оренбургская область, Кировская область, Ульяновская область. Чемпионат собрал в себе 120 участников. Соревнования имеют статус отборочных. Спортсмены, которые в своих весовых категориях возьмут первые и вторые места, смогут принять участие в первенстве Уральско-Приволжской зоны. Это даст им возможность претендовать на звание мастера спорта и в будущем отобраться на чемпионат России. Кирилл Козин, Дмитрий Столяров. Новости губернии. А у меня на этом пока все. Больше новостей на нашем сайте губерниатв.ру Доброе утро, губерния. С вами по-прежнему Катя Перка. И Саша Кондратьев. Мы продолжаем приводить квартиру в порядок к Новому году, к новогодним праздникам. И давайте с вами поймем, что точно не пойдет с нами в Новый год. Итак, давайте начнем с кухни. Из кухни в первую очередь выбрасываем надколотую и старую посуду. Гостям предложить неловко, а самим кушать из этой посуды не очень-то и комфортно. Следующим пунктом избавляемся от пресловутого пакета с пакетами. У кого он есть? Быстро на помойку. Хватит уже копить их. Также наводим ревизию в бытовой технике. Если вы за весь год ни разу не воспользовались тостером и бутербродницей, значит, они вам и не нужны. Не забываем избавиться от застиранных прихваток с полотенцами. В холодильнике тоже наводим ревизию. Наверняка там хранятся какие-нибудь просроченные лекарства или соусы. Следующий пункт – это ванная. Да-да, и здесь есть то, чего точно стоит избавиться. Порванные хозяйственные перчатки, старые мочалки, флаконы с остатками шампуня на дне, полувыжатые тюбики зубной пасты, использованные одноразовые бритвенные станки, просроченные кремы – это еще не полный список того, что есть у вас в ванной, и нужно срочно это выкинуть. Переходим к ладезе ненужных вещей – шкафам, шкафчикам и комодам. Помимо ненужной одежды, здесь есть еще уйма других вещей, которые не стоит брать с собой в Новый год. Тщательно проверьте срок годности косметики. Наверняка у вас завалялась парочка кремов или помад, которым уже больше года. Сломанные ручки, засохшие фломастеры, списанные блокноты вам тоже уже не пригодятся. Коробочка с пуговицами – та самая. Старые журналы и газеты, застиранное постельное белье – всему этому пора сказать проще. На самом деле, порядок можно вести не только в квартире, но и, например, в своих гаджетах. Начнем с телефона. Пролистайте записную книжку и удалите контакты, которые вам уже точно не пригодятся. Пролистайте фотографии. Наверняка у вас есть 10 одинаковых снимков с солнышком. Одного вам будет вполне достаточно, остальные удаляем. Старые СМС тоже можно почистить. Переходим к ноутбуку. Наверняка у вас есть скачанные фильмы, которые вы уже посмотрели, но забыли удалить. Старые документы, ненужные фото. И наводим порядок в своей электронной почте. Удаляем старые письма и чистим загрузки. А стоит навести ревизию в ваших сумках. Там наверняка завалялись влажные салфетки, которые уже превратились в сухие ненужные чеки, пакеты, фантики. Из кошелька выкладываем все те же чеки и дисконтные карты, которые вам уже не пригодятся. А что станет номером один на выброс по версии жителей нашей губернии, узнаем прямо сейчас. Старый диван. Наверное, лишний обувь. Всю старую одежду выкинула бы. Которую не ношу. Короче, весь шкаф. О, пожалуй, старый неработающий монитор, который за чем-то до сих пор стоит. В бумагах разобрать. Мелочь. Документы. Какие-то тряпки-то, я не знаю. Что-то ненужное. Да я бы все выбросила, все заменила. На новые, на свежие. Первое, что бы я выбросила, это ненужную мебель. Решит. Понятка. Самое главное в предновогодней уборке – это не оставлять все на последний день. Но вы не переживайте, мы уже для вас составили план действий, чтобы все успеть. Предновогоднюю уборку стоит начать аж за две недели. Сперва оглянитесь, возможно, вы хотите сделать перестановку в своем доме. Заменить стол на новый. Как вам такая идея? Сейчас самое время. Также за две недели до Нового года самое время начать чистку ковров и мягкой мебели. Это можно сделать самостоятельно или прибегнуть к помощи специальных клининговых компаний. Параллельно снимаем шторы и отправляем их в стирку. К ним присоединяется коврик для ванны и не забываем почистить и шторку в душевой. За неделю до Нового года выбрасываем все ненужные вещи и убирать то, что давно не подлежало уборке самое время. Протираем пульт от телевизора, люстра, светильники, цветочные горшки, бытовую технику, мусорное ведро и все потаенные шкафчики, не только снаружи, но и изнутри. За день до Нового года стоит постирать кухонные ванны и полотенца, скатерть, сменить постельное белье, тщательно пропылесосить и помыть полы. В праздничный день намывать полы не стоит. Достаточно пройтись по квартире пылесосом и протереть пыль с мебели влажной тряпкой. Этого достаточно. И вуаля, ваша квартира сияет, а вы прекрасны. А, прекрасны, как сюжет Татьяны Пециной. Прекрасны, как сюжет Татьяны Пециной. Дорожные знаки существуют давно, правда, раньше они выглядели иначе. Это были каменные столбы, на которых выдалбливали направление до города, а заодно и портрет правителя. В архитектуре такая композиция называется герма. Гермы могли устанавливать по-разному, в зависимости от пожеланий архитектора. Дмитрий Вернер визуально разделил фасад дома 45 по улице Панской на три части. Между рамами можно увидеть два человеческих лика. Они покровительствовали людям, использовавшим числа и меры. Строительными подрядами занимался хозяин особняка Алексей Нуйчев. Григорий Иванов прославился в торговле. Для винного склада построил отдельное здание. Двухэтажное с потайными погребами. Оно располагалось на пересечении улиц Заводской и Соборной, как ориентир фигура бога вина Бахуса. Но чаще всего изображали бога прибыли – гермеса. На голове богатый головной убор, а с плеча спадает накидка. До 1907 года на этом месте было три дома, а участок – всего один, принадлежавший Павлу Головкину. Позже владельцем стал Александр Юдин. Он приехал по приглашению Петра Владимировича Алабина, чтобы внести свою лепту в развитие Самары. Город действительно начал меняться, причем даже внешне. И тут и там стали появляться гермесы. В полный рост и по пояс. Постепенно облик начал трансформироваться. Шлем исчез, а лик стал походить на женский. Две юные дамы, древнегреческие богини, поддерживают балкон дома Петра Подбельского. В 1915 году он был принят в число присяжных поверенных, а в свободное от работы время рисовал картины. Карикатурой печатал в газете «Голос Самары» под псевдонимом «Тор». Загадочная для общества личность получила народное признание. После многочисленных выставок его назначили секретарем правления Самарского филиала Ассоциации художников России. Татьяна Петцина, Роман Апарин. Программа «Утро. Губернии». Продолжаем нашу программу. У нас в гостях Яна Силакова, руководитель салона «Штор Стиль». Доброе утро. Доброе утро. Правда, предновогодняя пора – это, мне кажется, отличный момент поменять что-нибудь в своем доме. И отличным вариантом станет приобретение новых штор. Что сейчас в моде? Какие модели, фасоны, ткани? Расскажите, пожалуйста. В моде сейчас эко-стиль. Это ткани, такие как батист, лен, рогожка. Шторы в основном из этих тканей шьют прямыми полотнами. Используют, потому что они дышащие. Также с ними на уровне идет классика, которая, в общем-то, всегда имеет место быть с большим объемом фурнитуры, кистей, бахромы. Дорого-богато. Да, да, да. Это никуда не девается. Люди это тоже любят. В каких случаях лучше приобретать готовые шторы, а когда лучше заказать пошив? Это уже на выбор клиента. Если надо срочно повесить шторы, мы можем предложить готовые комплекты из качественных турецких тканей. Ткани у нас имеются в наличии. Но также, если что-то особенное нужно подобрать к интерьеру, то... Задумки. То есть такая возможность будет? Конечно. А сколько по времени, например, нашьются шторы? Сроки зависят от объема. Ну, в среднем, если мы будем рассматривать одно окошечко, допустим, гостиную, и эта ткань будет из нашего наличия, то есть ткань, которая у нас имеется на складе, то в районе пяти дней мы сможем сделать красиво. Можно подождать ради индивидуального дизайна, мне кажется, вполне. Безусловно. Давайте еще подробнее поговорим о тканях, производителе и, конечно, советы по уходу. Очень важный момент, который интересует наша хозяйка. Мы работаем с проверенными поставщиками. В основном у нас в наличии турецкие ткани, те, которые хранятся на складе. Отрезные коллекции европейских поставщиков у нас имеются. То есть те ткани, которые себя хорошо ведут в эксплуатацию. По поводу ухода, ну, самое главное, это деликатная стирка и регулярный уход. А как часто нужно шторы стирать, расскажите? Она просто раз в год перед Новым годом это делает. Ну, в основном все не чаще одного-двуха раз в год занимаются этим. Вот, видишь? Так что я все правильно делаю. Молодец, ты молодец, хорошо. Я так понимаю, что в вашем штабе еще работают дизайнеры, которые смогут скорректировать, например, интерьеры дома, да? То есть недостатки пространства, да, с помощью штор? Конечно, у нас работают профессиональные дизайнеры. Если у нас, например, маленькая темная квартира, какие нам шторы лучше выбрать в этой ситуации? Мы очень много пишем об этом в соцсетях, как скорректировать помещение с помощью текстиля. Ну, в маленькие помещения в основном всегда советуем использовать что-то светлое с вертикальной полоской, чтобы увеличивать потолки. Подбирать ткани следует к мебели. Где можно найти вас в социальных сетях, чтобы следить за советами? Да, почитать советы. Вконтакте, Инстаграм, сайт, то есть мы в открытом доступе в интернете. Пожалуйста. Конечно, важный вопрос – ценовой разброс. Потому что хочется, как всегда, подешевле, но чтобы было в тренде. Чтобы красиво, но дешево. Сейчас у нас акционные готовые портьеры, они стоят 333 рубля. Вот, то есть это будет две портьеры метр семьдесят шириной, в полную высоту свою, 2,80, и с качественного софта, разных цветов. Вот. Но дальше фантазия может быть неограничена. Есть такие объекты, где стоимость одного окна сотни тысяч. Это уже зависит от того, что хочет человек. А расскажите немножко, что вот здесь у нас представлено. Это тоже шторы такие интересные. Это, скажем так, ламбрикены. Ламбрикены – это сверху штучка, которая такая закрывает. Все, мы понимаем. Это будет делаться на вашу длину. В основном используется в садиках, допустим, подготовка к весеннему празднику. Дизайнер прорисовывает эскиз, и поэтому делается ваяние. То есть это ручная работа, получается, да, ваяние? Это полностью ручная работа, которая по эскизу прорабатывается. Ян, где вас найти? Мы находимся на Солнечной 60, дробь 126, это торговый центр «Перекресток», и на Сергея Лазо 30. Какой цвет сейчас в моде? Это же самое важное. Цвет штор. Вы знаете, сейчас как в той песне. Цвет настроения синий. Глубокие синие тона, в общем, имеют место быть. Хотя сейчас прогнозируют понтоны таракотовые, оттенки будут в 2019 году. Но мода – это, опять же, по шторм такое понятие. Если у кого-то интерьер в красных тонах, тогда даже уже синий не повесишь. То есть это все же такое индивидуальное понятие моды, цвета – это индивидуальное понятие. Но в основном мы всегда все же на бежевые, молочные оттенки. Более спокойные. Более спокойные, да. Ну и, конечно, скоро уже Новый год, Ян, поэтому несколько пожеланий нашим телезрителям просим вас. Мы желаем гармонии в семье, на работе, уюта в доме, хорошего настроения, здоровья близким. Будем рады видеть вас в числе наших клиентов. Спасибо большое. Напоминаем, что в нашей студии была Яна Силакова, руководитель салона «Штор Стиль». А мы продолжаем говорить о прекрасном уже вместе с Еленой Шишкиной. В Самаре трудно говорить о какой-то единой художественной школе. Каждый из авторов идет в своем направлении, ищет собственный путь. Как Самара – центр ста народов, так и, в общем-то, художники – это клумбы из разных цветков. То есть все цветы, они разные, со множеством оттенков. Кто-то несет, понимаете, отголоски пенсийской художественной школы, кто-то самарского художественного училища. Но, несмотря ни на что, вот эта вот разность, она у них пылкая, она у них созидательная, творческая, разнообразная. В последние годы стали особенно заметны самарские женщины-художницы. Удивительно, что, несмотря на разный творческий путь, эти девушки дружат и с удовольствием участвуют в совместных проектах. Все началось с выставок «Ее глазами». Теперь этот проект носит имя «Рождение солнца» и открылся для публики на новой площадке в галерее «Бутерфляй». Я многих этих женщин назвала «Самарские мазонки». И вот эти самарские мазонки, такие как Лена Макеева, Аня Сливкова, такие как Наташа Шепелева, они меня потрясают, они продолжают радовать, они постоянно растут. Причем вот Дина Ковалева, она придумала тогда проект «Венецию», и все специально под проект писали полы. Вот, потом присоединилась на языческая как бы тематика, там, когда цветет папоротник, вот, весеннее равноденствие. Присоединилась Маша Пешкова в своей работе. У них общее то, что они, в отличие от многих художников, стремятся быть вместе. Это их очень объединяет, у них есть идея. Они не каждый сам по себе, хотя и каждый сам по себе тоже. Но когда они объединяются в таких выставках, а это редкое явление, они работают на какую-то тему, на одну. Остальных художников трудно заставить работать по теме. А вот они уже многие годы работают вместе. Они все очень разные и в то же время где-то похожи, похожи по своим идеям, по внутреннему миру. Такие общие проекты заставляют авторов экспериментировать, пробовать что-то новое. У меня есть более любимые времена года, на самом деле. Но, опять же, в любом времени года можно увидеть и свою красоту. И вот сейчас эта зима для меня – это множество оттенок белого, серебряного. И тоже, опять же, это творческий такой поиск средства художественного выражения. Какую-то интересную тему показать. Какой-то интересный сюжет. Ну, что-то необычное. На очереди следующая общая тема – «Красочная осень будущего года». Пока же работы самазских и пензенских художниц можно увидеть на выставке «Рождение солнца» в галерее «Бетерфляй». Елена Шишкина, Алексей Гриднев, «Утро губернии». Мы уверены, что в предновогодней уборке вам поможет наш гороскоп. Овен. Сегодня вы будете упрямы сверх всякой меры. Вы должны понимать, что у ваших возможностей есть пределы и не ставить перед собой нереальных задач. Телец. Вам сегодня будет не до развлечения, ведь на работе уйма дела. Дома ждут проблемы, которые нельзя откладывать. Сосредоточьтесь, у вас все получится. Близнецы. Активируйтесь сегодня на полную катушку. Совершите приятные прогулки, пообщайтесь с дорогими сердцем людьми. Вам противопоказано уныние и грустные размышления о своем будущем. Рак. Если вы в последнее время взваливали на себя слишком много работы, пора остановиться и дать себе отдых. Сегодняшний день – идеальное время для этого. Сегодня вы, наконец, сможете почувствовать расслабленность и умиротворение. Лев. Начало дня – благоприятное время для продолжения или завершения уже начатых дел. Однако сегодня не стоит рассчитывать на постоянный успех. Внимательно отнеситесь к своей работе и убедитесь, что все сделаете правильно. Дева, сегодня вы будете чувствовать некоторую раздвоенность и неопределенность желаний. Возможно, вокруг вас плетутся какие-то интриги, и вы подсознательно это ощущаете. Прозондируйте почву, чтобы найти источник беспокойства. Весы. На протяжении всего дня вы будете эмоциональны и чрезвычайно общительны. Вам захочется довериться друзьям, поделиться с ними волнующими вас вопросами. Не исключено, что и друзья попросят вас о помощи. Пойдите им навстречу. Скорпион сегодня вас посетит вдохновение и сложные задачи, над которыми вы долго бились, решаться изящно и просто. Стрелец. Для вас наступает период соблазнов, в числе которых сомнительные перспективы, легкой наживы и смены места работы. Трижды подумайте, прежде чем что-то решать. Козирог. Этот день отлично подходит для занятий чем-то непривычным. Если вы давно планировали переехать на другую квартиру или найти высокооплачиваемую работу, именно сегодня обстоятельства сложатся самым благоприятным образом. Дерзайте. Водолей. Сегодня не самый подходящий день для смелых инициатив в вашей личной и семейной жизни. Они могут разрушить ваш имидж в глазах близких людей и поколебать их уверенность в вашей надежности. Пусть в этот день события разворачиваются со старым проверенным сценарием. Так будет спокойнее. Рыбы не начинайте до полудня новых дел. Звезды рекомендуют сначала закончить текущее, а уже после обеда начинать планировать что-то свеженькое. На этом все. Всем хорошего дня. Да, и легкой уборки. С вами был Саша Кондратьев. И Катя Перка. Пока-пока. Пока-пока. Я тут подумал и решил, что начну уборку с холодильника. Но решил все не нужно выкинуть. Зачем выкинуть? Лучше съесть. Одежда ведущим предоставлена Домом моды Маши Горячевой. С новым спортивным годом! Приходи скорее за подарком в фитнес-клуб «Спортзавод». Праздничная скидка 50% на год фитнеса и персональный сюрприз каждому. Только до 25 декабря. 2-703-777. «Спортзавод». Новосадовая 106. Новосадовая 106.